Привет, друзья! Друзья, как всегда, еду в зал и буду делиться с вами своими мыслями. Тем более, что очень много вопросов приходит по этому поводу, а именно о тренировке пресса. И несмотря на то, что у меня есть шикарная большая статья, где я разжевал все по полочкам, все равно приходят подобные вопросы. Почему говорю, что статья шикарная? Потому что ее даже печатали в 2014 году, летом, в лучшем на тот момент журнале, пишущем о железном спорте, железный мир. Что самое главное, о чем нужно знать в тренировке пресса? Я думаю, тот, кто следит за моими статьями, роликами, знает это. Самое важное понимать, что когда вы хотите тренировать именно пресс, нельзя, чтобы ноги были закреплены. Это по двум причинам. Первая причина, самая актуальная, в принципе, для любого человека и особенно для тех, кто занимается ради здоровья, ради его улучшения, укрепления, это то, что с помощью этого упражнения я, а точнее, благодаря этому упражнению многие получают проблемы с поясничным отделом позвоночника. Особенно, когда работают на станке, когда ноги закреплены и идут подъемы корпуса. Этого делать ни в коем случае нельзя. Именно по той простой причине, что включается в работу поясничный отдел позвоночника. Почему так происходит? Потому что, когда вы закрепляете ноги, сразу же в работу включается в основном, забирая всю основную нагрузку на себя, бицепс бедра. Реально, бицепс бедра отбирает нагрузку у пресса. Вот причина, почему нельзя делать второе это упражнение. Любое, когда вы закрепляете ваши ноги. Вы снимаете нагрузку с мышц пресса и переносите ее на бицепс бедра и поясничный отдел позвоночника. Для чего? Спрашивается. Что нужно помнить еще о прессе? Если вы хотите, чтобы работал вверх-низ пресса, на самом деле это одна цельная мышца. И мне не нравится, почему упражнения на пресс называют все подъемами. Это сводит с толку, сбивает большинство, абсолютное большинство людей. И люди реально делают подъемы. А любое упражнение на пресс, подчеркиваю, любое, должно носить в себе скручивание. Когда вы представляете, что у вас на животе маленький мячик, хотите как бы скруглиться вокруг этого мяча. И точно так же распрямиться. Но ни в коем случае не подъемы. Что происходит, в принципе, когда вы закрепляете ноги в этом тренажере и начинаете делать эти подъемы. Бесполезные, опасные подъемы. Они опаснее любых становых тяг и приседаний. Потому что целиком и полностью бьют вас по поясничному отделу позвоночника. Да, если делать скручивание, то вы, естественно, и в этом тренажере сможете поработать на пресс. Но зачем? Когда гораздо эффективнее будет лечь на пол, согнуть ноги в прямых углах, в коленном суставе и держать их на весу. Выполнять скручивание. Медленно скругляться, медленно распрямляться. И когда вы научитесь, когда вы будете это делать осознанно, то есть чувствовать, как работают ваши мышцы живота, пресса, можно дополнить это упражнение еще одновременным отведением ног назад. Это усложняет очень сильно, но больше включает в работу мышцы. Что нам, в принципе, всеми нужно. Если вы хотите, как вот мне написали две мои ученицы недавно, чтобы у вас реально появились толстые кубики пресса, девочки, нужно понимать, это, во-первых, опасно, потому что у большинства из вас, у кого будет ярко виден, выражен пресс, могут пропасть месячные, вы можете начать испытывать проблемы со здоровьем. Зачем? Кому это нужно? Ну, а если вы действительно этого хотите, то нужно понимать, что пресс нужно тренировать будет тоже с дополнительным отягощением. Не чаще двух раз в неделю, потому что это такая же обычная мышца, которую можно перетренировать, причем очень легко и быстро. И большинство специалистов сходятся во мнении, что если перетренировать пресс, абдоминальные мышцы, то восстановиться они смогут очень и очень нескоро, что нам всем опять-таки не нужно. Не нужно забывать, что мышцы пресса входят в мышцы кора вместе с поясницей, и чтобы было наше здоровье, они должны быть крепкие. Для этого очень хорошо подходят планки, скручивания без дополнительного веса и подъемы ног в висе или в специальном тренажере. Так вот, если вы хотите добавить своим кубиком массы, нужно делать два раза в неделю следующее упражнение. Молитву в кроссовере. Большинство из вас знает это упражнение и опять-таки делает его совершенно неверно. Не скручиваясь, не скругляясь в позвоночнике, а выполняя наклоны. Причем с коленей. Это совершенно бесполезное упражнение опять-таки для пресса и делать его так неправильно. Как же делать его правильно? Возьмите канатную рукоять, повесьте ее на верхний блок. Встаньте, возьмитесь за канатные рукояти, держите их где вам удобно. У лба, у ушей ваших или у затылка, не важно. Главное, чтобы вам было удобно, комфортно и это не отвлекало вас от выполнения скручиваний. Затем, слегка наклонившись, вы должны выполнять те самые скручивания. Концентрировано, медленно скруглиться и затем вернуться в исходное положение. У вас должно получаться 8-12 повторений. Минимум 8, максимум 12. И соответственно, я почему даю такую рекомендацию, под эти повторения, под этот коридор повторений, вы подберете необходимый для вас вес. Опытным путем уже с первой же тренировки. А вот вторым упражнением должны идти сразу же эти самые скручивания в висе на турнике или в специальном тренажере. В специальном станке, обычно он совмещенный с брусьями, во всех залах, я уверен, такой станок есть. На нем гораздо удобнее работать, нежели в висе. Кто хочет укреплять хват, тому, конечно, лучше работать в висе на турнике. Нужно помнить, что упражнения на толщину пресса будут визуально увеличивать вашу талию. Очень многие бодибилдеры классической золотой эры бодибилдинга не качали дополнительно пресс именно с отягощением. Выполняя по утрам вакуум и делая скручивания. Один подход после вакуума, но до острого ощущения сжения плюс 10-15 повторений сверх. Этого было достаточно, потому что все делали становые, приседы и знали, что пресс лучше всего работает в таких упражнениях. Помогало быть, вы все видели, без огромных животов и при этом иметь хорошо видимые кубики. И, повторяю, они не качали пресс дополнительными отягощениями. Девушкам это сделать сложнее, поэтому можно делать вот эти два упражнения. В идеале делать их следующим образом. Три подхода одного, три подхода другого. Но, как сочетать их? Сделали, к примеру, один подход молитвы, отдохнули секунд 30-40 и сделали скручивание в висе. Затем отдохнули опять около минуты и сделали еще один такой сет. Получается как бы супер сет, но только мы отдыхаем все-таки между подходами. Вы знаете, я не сторонник, когда мы работаем супер сетами, то есть без отдыха между какими-либо повторениями. На мой взгляд, это не бодибилдинг, потому что хотите вы того или нет, ваше второе упражнение будет выполнено с более легким весом, более халтурно. И если так регулярно делать, то это не очень хорошо влияет, увеличивая левый желудочек сердца. А он обратно уже не уменьшается. Вот чем в основном, кстати, и вреден кроссфит. Тем, что он увеличивает левый желудочек, гипертрофия получается, и вы вместо оздоровления получаете обратный эффект. Так что, друзья, правила очень простые. Никогда не качайте пресс с отягощением, если хотите, чтобы ваша талия оставалась маленькой узенькой. Никогда не закрепляйте ноги в прокачке пресса. Запомните, что не существует верхнего, нижнего пресса, всегда работает вся мышца целиком. И самое главное, если вы не делаете скручивания, а делаете подъемы, вы не затрагиваете мышцы пресса. Если затрагиваете, то очень и очень мало, процентов на 20. Что, как вы понимаете, не имеет, в принципе, никакого смысла под собой. Надеюсь, друзья, вам нравятся ролики, которые я вам делаю, информации, с которыми я вам делюсь. И ставьте лайки, пишите, с чем вы согласны. Если не нравится, ставьте дизлайк, пишите, с чем вы не согласны. В любом случае, делитесь данным роликом и любым другим, и моей статьей в своих соцсетях. Статей у меня много на сайте, в принципе, на любые темы, любой вопрос, который вы задаете, он уже описан в статьях. Заходите на сайт hmgym.ru и по ссылкам, по названиям вы сможете определиться и найти информацию, которая вас интересует. Потому что, повторяю, большинство, 99% вопросов, которые приходят, уже не раз были озвучены и в видеороликах, и в моих статьях. Тренируйтесь грамотно, делайте базу, делайте вакуум по утрам, и будет у вас все хорошо. Плюс один подход планки по максимуму, и утром также до завтрака делайте один подход скручивания. До острого ощущения сжения каждый день так можно поступать. И у вас все будет прекрасно, естественно, если вы не будете переедать, если вы не будете обжираться. Но я думаю, что это понятно абсолютному большинству. Ну а если нет, то вам, в принципе, нужно начать учить матчасть. Ну что, друзья, спасибо, что смотрели. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Субтитры создавал DimaTorzok